Актуальное интервью. Представители власти и бизнесмены, актеры и спортсмены, художники и политики. Честно об актуальном на Радио России Псков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Актуальное интервью» и я, ведущий Анатолий Тиханов. Сегодня мы поговорим о таком показательном явлении или симптоме даже современной жизни, как профессиональное выгорание. Под этим понятием мы имеем в виду истощение эмоциональных, умственных, энергетических ресурсов человека, которые развиваются на фоне сильного хронического стресса на работе. Мне кажется, это уже явление можно отнести в разряд социальных. Поговорим на эту тему с психологом Еленой Середой. Елена Ивановна, здравствуйте. Добрый день, Юрий Иванович. Ну, это же в каком-то смысле действительно социальная проблема. Не только здоровье человека, но когда этому симптому подвержены многие слои населения, которые работают, активно работают, это представляет какую-то угрозу социальной жизни, так? Ну, я бы не называла это угрозой всё-таки, я бы назвала это влиянием, явлением психологическим, которое оказывает влияние не только на людей, которые этот синдром эмоционального выгорания переживают, имеют, да, на профессионалов, ну, вот, учителей, врачей, социальных работников, психологов, ну, в некоторой степени юристов, я думаю, и сотрудников полиции тоже, которые непосредственно, например, работают с населением, да, это влияние оказывает синдром на членовых семей. Вот в чём вред, ну, или в чём негативизм заключается, да, на членовых семей и на тех людей, с которыми они непосредственно взаимодействуют. Да, ну, это не болезнь. Ну, как вам сказать, это на границе, если с медицинской точки зрения рассматривать. Пограничное состояние, да. Ну, это не пограничное состояние, это некий симптом, да, синдром, точнее, он состоит из нескольких симптомов, которые в своей конечной стадии, там три этапа или три фазы есть у этого эмоционального выгорания, фаза напряжения, фаза резистенции или сопротивления, и вот фаза истощения. Вот на фазе истощения, последней фазе, да, вот там уже начинаются всякие психосоматические дела у самих людей, которые страдают этим синдромом. В этом смысле это близко уже к болезни, и проблемы с давлением возникают. Язвы желудка. Да, 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 всякого рода нарушения сна, депрессивное состояние, то это уже на границе болезни и неболезни, здоровье и не здоровье. Да, и тут нужно принимать какие-то меры. А вот вы назвали среди профессий, представители которых подвержены этому профессиональному выгоранию, психологов. Вам что, приходилось переживать такое состояние выгорания? Или близко на какой-то стадии вы из этих трёх находились когда-нибудь? Ну, вот когда я, например, работала в школе, 10 лет работала в школе. Когда было очень много напряжения, связанного там со школьниками самими. Общения с собой. Общения с собой, да. С ребятами, у которых были определённые трудности в поведении или там в отношениях с родителями. Когда много было таких ребят, с которыми каждый день приходилось взаимодействовать. Это был один момент эмоционального выгорания. Когда я работала в университете, уже последние годы я там проработала больше 15 лет. И когда была большая нагрузка не только работы непосредственно со студентами, но и всякого рода там программы, написание программ, юридические, всякие бюджетические. То есть, всё время мозг включен, всё время напряжение. Это напряжение, связанное с ответственностью. Вот опасность этого синдрома, что там большой элемент ответственности присутствует у человека, либо за то дело, которым он занимается, либо за людей, с которыми он взаимодействует. Вот эта ответственность, она тоже давит. Мне кажется, профессиональное выгорание – это явление не только современное. Мне кажется, оно всегда было, любые эпохи, любые формации. Например, судя по описанию современников, например, Николай I очень этим страдал. Человек, который работал там как лошадь, он себя называл, что я здесь как на галерах имею в виду свою должность. Ну, вы знаете, вот синдром эмоционального выгорания всё-таки он в большей степени у людей, которые работают в профессии человек-человек. В сфере, где очень много, очень эмоционально заряженное общение с другими людьми в разном состоянии. Но не секрет, что, например, к врачам тоже приходят пациенты не только спокойные, но, например, тревожные или, наоборот, взбудораженные. Как правило. Да, и находиться целый день, каждый день в течение рабочей недели в таком контакте – это довольно утомительно, и это напряжение для нервной системы профессионала. Да, общение с человеком – это, наверное, самое сложное. То есть, несмотря на научный прогресс, IT-технологии, всё равно приходится… Я бы сказала, что это явление усиливается, потому что интенсивность общения всё равно возрастает. Если раньше можно было уйти с работы, да, телефонов, например, мобильных не было, был только домашний телефон. Найди меня, да. Да, найди меня, то теперь мобильный телефон есть, скайп, ватсап, вот там всякие эти телеграммы, прочие каналы связи, они не дают возможность спрятаться, да, и побыть в уединении, восстановить свои нервы, отдохнуть, в конце концов, просто от общения. Это очень важно. Это очень важно. Это не значит, что надо изолироваться, но иметь возможность периодически просто побыть в тишине, просто помолчать, даже без музыки, даже без телевизора. Не даже, а именно без телевизора, и безо всего этого. Релаксацию – это тоже, да? Да, это способ восстановить… Такая модная сейчас… Ну, вот эти восточные всякие методики, они… Медитацию вы имеете в виду, йогу, да. Да, это то, что способствует, в общем-то, восстановлению потраченных душевных сил. Вот к вам люди приходят, с чего они начинают свой рассказ? Ведь они, наверное, не всегда и понимают, что с ними происходит. Ну, некоторые понимают. Вы знаете, примета нашего времени, что эмоциональное выгорание стало выходить за пределы профессиональной среды, и входить, вы правы, стало социальным явлением, потому что эмоциональное выгорание имеют не только те, кто сталкивается с большим количеством клиентов по профессии, но это мамы, которые воспитывают детей, которые… Одинокие? Не обязательно одинокие. Многодетные? Многодетная мама, у которой там двое детей, это тоже много сейчас. Бывает и четверо. Бывает, да, я знаю, такие случаи бывают, и четверо. Многодетная мама, раз. Мама, у которой ребёнок инвалид, два. Пусть даже он один. Тяжело. Да. Взрослые дети, которые ухаживают за своими родителями, например, после инсульта. Семья, в которой есть онкологический больной, который находится на терминальной стадии. Это всё люди, которые испытывают очень сильный стресс, связанный с этими жизненными обстоятельствами. И они тоже имеют вот этот синдром эмоционального выгорания. Психолог чем им может помочь? Если у него, скажем, женщина воспитывает четырёх детей, у вас же есть такие знакомые? Да, есть. Лично знаю таких. Лично знаете, да, тем более. Вот чем можно помочь? Или то человеку, там, жене, муж, который находится там в последней стадии ракового заболевания. Может быть, и лекарство дать лучше? Вы знаете, лекарство – это ведь… Временно такое, да? Да, это временное явление. Ну, жажда-то на время утолена в более спокойном состоянии душевном, но не решает проблему в целом, потому что это связано с большим количеством эмоций, которые человеку некуда разместить. И вот возможность говорить о своём эмоциональном состоянии, даже попросту пожаловаться другому слушателю и таким образом облегчить вот это напряжение, выпустить это напряжение. Исповедь. Да. Ну, исповедь, возможность быть услышанным, быть понятым, получить сочувствие, просто человеческое сочувствие. Это уже помогает вот это эмоциональное выгорание уменьшить. Существует, например, практика так называемых групп поддержки, например, для мамочек, у которых ребёнок инвалид. Они собираются в группе, которую может вести психолог, может, не обязательно психолог, где есть такие же мамы, у которых такие же дети, и они могут поговорить о своих трудностях, о своих проблемах, выпустить свои эмоции, отреагировать их. И разойтись. И таким, да, разойтись до следующего раза. Некоторые, конечно, пугаются, думают, ну вот я буду слушать про проблемы других, мне станет ещё хуже. Но это как раз работает наоборот. Когда человек понимает, что он не одинок в своих трудностях, что есть другие люди, которые как-то с этим справляются, и он даже может получить, узнать об опыте других людей, которые справлялись с похожими трудностями, это помогает им почувствовать какую-то устойчивость и снижает стресс, снижает напряжение. Есть разные цифры. Например, в статистике есть опрос, что более 60% населения подвержено в той или иной степени этому состоянию. Но я не спрашиваю вас о цифрах, но о тенденции. То есть, эта тенденция, она как бы отрастает на ваш взгляд? Ну, на фоне… Больше людей к вам приходится по сравнению с, скажем, как раньше приходили? Ну, видите, сейчас я в основном только онлайн работаю в силу эпидемии. Мои коллеги, которые работают очно и которые тоже онлайн работают, они отмечают эту тенденцию, что и даже статьи на эту тему уже в зарубежных журналах есть психологов, которые пишут как раз о том, что в эпоху пандемии, да, вот это эмоциональное выгорание, тревога, она усиливается. Боязнь заболеть, да, вы имеете в виду? Нет, не только боязнь заболеть, а тревожность, связанная с непредсказуемостью в целом ситуации. Ну, потому что с работой у некоторых проблемы возникают, особенно у тех, кто работает в сфере услуг. Будет это работа или не будет? Будет этот заработок или не будет? Возможности общаться с близкими, но не секрет, что у нас члены семьи, там, кто-то находится замужем, кто-то по работе находится за границей, и возможность общаться ограничена. Граница закрыта сейчас, ну, встретиться с близкими сложно. Возможности для отдыха тоже, опять же, изменились, к сожалению. А отдыхать надо, иначе работать невозможно, ну, и жить, в общем-то, тяжело, да. Это стресс накапливается, приводит либо к психосоматике, либо к каким-то другим отклонениям, ну, к алкоголизации, например. Да, многие, вообще, старый русский способ пить. Да, снять напряжение при помощи алкоголя. Сейчас люди охотнее идут к психологу, потому что раньше психолог и психиатры считали идентичными. Да, раньше была такая на бытовом уровне, знак равенства ставился между этими двумя профессиями. И лет 20 назад, когда я работала в школе, школьным психологом, дети многие говорили, со мной всё в порядке. Они путали психолога, психиатры. Да, и взрослые путали. И взрослые тоже, да, это было так. Сейчас ситуация сильно изменилась, кардинально. По крайней мере, большинство образованных людей не относятся так, не ставят знак равенства между этими двумя профессиями. И, в общем, более лояльным стало общество, и более того, понимает, когда нужно идти к психиатру, а когда нужно идти к психологу лучше. Скажите, к вам вот такие люди с этим профессиональным выгоранием часто обращаются? Вы же по-разному направлены работать. Ну, с самим вот этим симптомом или синдромом как таковым по этому поводу обращаются редко. Скорее приходят с какими-то проблемами либо профессиональных взаимоотношений на работе, либо в семье какие-то трудности, либо с детьми, либо со второй половиной. Больше такого рода обращения. Но часто под этим поверхностным запросом оказывается, что, например, человек много работает, или партнёр, супруг супруга много работает. Из-за этого возникает напряжение, связанное с воспитанием детей, в частности, потому что, особенно мальчики, они увлекаются многие компьютерными играми, причём играми, которые, я не знаю в деталях, как это всё происходит, но играми, на которые тратятся деньги этих подростков. И у них появляется зависимость от этих игр. Мама в одиночку иногда не справляется с этой проблемой, и это закономерно, потому что отцовская фигура играет большую роль в воспитании ребёнка, мальчика особенно. Вот с этим… То есть, ну да, вот это состояние, о котором мы говорим, профессиональное выгорание, оно с любой точки зрения, с любой стороны может прийти. Да, да. Даже, казалось бы, не явно, а на самом деле. А вот как вы относитесь к трудоголикам? Это хорошо? А вот трудоголизм – это одно из проявлений, кстати, этого синдрома. Мне кажется, трудоголику хорошо, ведь ему это в кайф. Это способ убежать, например, от трудностей во взаимоотношениях в семье. То есть, домой не ходить, да? Ну да, быть дома как можно меньше времени. Конечно, это неосознанные тенденции могут быть, но, тем не менее, они срабатывают. И трудоголизм, ещё раз, это один из признаков синдрома эмоционального выгорания. Когда человек проводит много времени на работе, может быть, потому что она слишком ответственная, и он беспокоится за то, чтобы её выполнить вовремя, в хорошем качестве, отдаёт себе всего этой работе. И времени тогда на отдых, на общение, на семью, остаётся катастрофически мало. Часто вот такие ситуации у людей возникают, о которых мы говорим. Может быть, из-за плохой организации труда, например, на предприятиях. Это очень важно. То есть, нет вот этого умения эргономика, по-моему, этим занимается организация труда. Ну, времена изменились. Когда-то, наверное, это была эргономика, сейчас у нас появились… Научная была организация труда ещё раньше, да. Это было в советские времена, сейчас у нас этим занимаются специальные люди в организациях, которые следят за… не следят, а заботятся о психологическом климате в организации. Да, да, но иногда это бывает не очень хорошо организовано. Ну, тут уметь надо, конечно. Да, какие-то крупные организации проводят для своих сотрудников специальные тренинги, например, по разрешению конфликтов, что является стрессовым фактором, по развитию там навыков общения. Это способствует уменьшению этого синдрома. Кто-то заботится о том, чтобы нагрузка между сотрудниками в организации распределялась более или менее равномерно, чтобы не было, что один тянет на себе всё, а другие в это время пытаются на него переложить. Да, такое очень часто может быть. Да, конечно, я знаю, что есть некоторые руководители, которые, если замечают, что их отчинённым восьмичасов мало, они думают, что плохо работает, как ни странно. Почему ты не можешь организовать это первое? Ну, скажем, я просто из западного опыта это следую. Поэтому это тоже очень важный момент. Ну, я думаю, что вот бессмысленность работы ещё накладывает большой отпечаток. Когда человек не видит смысла в той работе, которой он занимается, она ему в тягость, она мгновенно влияет на его душевное состояние, даже если он не перерабатывает. Ну, как сказать, тяну лямку. Ну, согласна, но, вы знаете, ведь это тоже выбор самого человека – оставаться на такой бессмысленной работе, ну, просто выполнять бессмысленное поручение или что-то делать. А в этом смысле многое зависит от самого сотрудника. У него есть выбор – оставаться, работать там, где он работает, ну, или что-то делать. Проводились социальные опросы среди разных слоёв населения, которым угрожает это состояние. Где-то более трети, по-моему, 43% банковских служащих сказали, что надо менять работу лучше всего, чтобы не выгорать. Наверное, это тоже хороший ход, если человек… но часто держит зарплату, потому что… Да, особенно в маленьких городах, где возможности найти другую работу с, ну, примерно таким же уровнем или чуть выше, зарплаты не очень большие. Это Москва, Питер, там больше свободы и возможностей больше, ну, в больших городах. В маленьком городе не так-то просто эту самую работу поменять на другую. И тогда можно всё-таки, ну, при желании, если человек не хочет поступаться этой стороной своей жизни, наверное, можно как-то влиять на организацию внутри. Ну, в том числе через обратную связь с руководителем или руководителем интересоваться состоянием своих сотрудников. Ну, это очень сложно, да. Вы знаете, мне кажется, что грамотный руководитель, руководитель, который заботится, во-первых, о том, чтобы его организация работала успешно и приносила ему уже, ну, если он владелец бизнеса, ему уже прибыль, то он будет заботиться о своих подчинённых, о своих сотрудниках. Не очень грамотный руководитель, он этого делать не будет. Ну, да. Мы можем только одно посоветовать, что человеку нельзя доводить себя до такого состояния, это важно иметь в виду, нужно какую-то иметь тогда установку психологическую, когда ты чувствуешь, что у тебя могут такие проблемы начаться, и пытаться какие-то найти способы разгрузить себя. Ну, вот ни в коем случае нельзя отдаваться вот этому, наверное, потоку. Ну, неплохо бы его сначала осознавать, вот это состояние у себя замечать, потому что если человек игнорирует вот эти симптомы, они проявляются, например, в раздражительности, они проявляются в безразличии, которые появляются в определённый момент, они проявляются в усталости тотальной, которая не проходит даже во время отпуска. Вот если вся эта симптоматика начинает проявляться, то неплохо бы, ну, обратиться или к специалисту, или начать заботиться о себе через регулирование баланса труда и отдыха. Всё-таки баланса нагрузки, деятельности на работе и возможности восстановить свои силы физически и душевно. Ну, да, верный симптом – это сразу можно, первое, наверное, самое главное – это бессонница. Один из, да, важных. Самых очевидных и всех. Спасибо, Елена Ивановна. Я хочу напомнить, что моим собеседником в студии была психолог Елена Середа. Время в эфире заканчивается. Всего доброго, берегите своё здоровье и не доводите себя до профессионального выгорания. С вами был Анатолий Тиханов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин